Ты знаешь, брат Нарудин, когда Пророк, саляллаху алейхи вассалям, мобилизовал людей на умру, бедуинов, людей вокруг, с ним вышли лишь обладатели веры, которые выполняли приказы Пророка, саляллаху алейхи вассалям. Но лицемеры и бедуины боялись боевого столкновения, боялись сражения, которое могло случиться между ними и курайшитами. Среди них не было даже слабых верой. Когда он выступил, он не сообщил, что идет на Хайбар. Считалось, что он пойдет на Гатафан, чтобы они не успели подготовиться, ведь у них были крепости. Хайбар — это самые неприступные крепости на Аравийском полуострове в то время. Да. Они были известны тем, что сражались только за стенами крепостей, как сообщил о них Всевышний Аллах. Они не сражаются с вами, кроме как будучи за стенами. Как они поступают сегодня в Израиле, сражаются лишь за укреплениями, за изоляционными стенами, так как боятся сражаться на открытом пространстве на поле боя. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, господу миров, мир и благословение Мухаммаду, его семейству и всем его сподвижникам. Зрители канала «Голос истины» ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы продолжаем с вами подкаст «Шариатская политика. Через призму жизнеописания пророка». В предыдущем эфире мы с вами говорили о худайбийском перемирии и какие ценные результаты дало это перемирие мусульманам и молодому государству в Пресветлой Медине, в политической, социальной и экономической сферах. Мы рады приветствовать в студии нашего гостя доктора Камаля Салима, специалиста по шариатской политике, лектора университета имени имама Малика в Стамбуле. Добро пожаловать, доктор. Спасибо, брат Нурудин. Дорогой доктор, на прошлом эфире мы разъяснили события вокруг худайбийского перемирия и то, к каким результатам они привели, начиная с самого перемирия и до других моментов, будь то политическая сторона, появившаяся стабильность в Пресветлой Медине с социальной и экономической стороны. После этой явной победы, как она была названа, как ее назвал Всевышний Аллах, Пророк Салиллаху Алейхи Ва Салям, двинулся в сторону других групп, которые были основными вдохновителями многобожников на битву союзников. А именно, евреев. Он направился в сторону Хайбара. Что мотивировало Пророка Салиллаху Алейхи Ва Салям выйти на них в поход? С именем Аллаха, всемилостивого, милующего, хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семейство, сподвижников и всех тех, кто последовал их путем досудного дня. После того, как Пророк Салиллаху Алейхи Ва Салям заключил мирный договор Худайбии, он вернулся в Медину. И за период примерно в три недели или двадцать дней он снарядил армию и выдвинулся с ней на Хайбар. Причиной выступления Пророка Салиллаху Алейхи Ва Салям на Хайбар послужило, во-первых, то, что иудеи Хайбара участвовали в битве союзников. Они послали делегацию в составе двадцати человек к племенам Гатафан и Кураиш, чтобы спровоцировать их на поход на Медину для искоренения мусульманского государства в Медине. Более того, евреи Хайбара предложили племени Гатафан половину урожая Хайбара того года, если они будут участвовать в походе на Медину. И они согласились на это. То есть, по сути, они были финансистами этой войны. Они соблазнили Курайшитов и Гатафанцев и убедили евреев Бану Курайза разорвать договор с Пророком Салиллаху Алейхи Ва Салям. Они были основной двигающей осью битвы Урва, и если бы неверные победили в ней, они бы искоренили мусульманское государство в Медине. Это первая причина. Второй причиной было то, что Пророк Салиллаху Алейхи Ва Салям не желал давать им возможность на подготовку, так как Пророк Салиллаху Алейхи Ва Салям заключил договор с неверными племени Курайш и нейтрализовал своего заклятого врага. Конечно же, евреи насторожатся и поймут, что сейчас они стали стороной фронта и основным врагом вместо Курайшитов и начнут готовиться к этому. Пророк Салиллаху Алейхи Ва Салям захотел застать их врасплох, ведь теперь они стали основным противником, и не дать возможности им усилиться. Потому что ему было бы трудно противостоять им, ведь впоследствии они могли бы заключить альянсы с Гатафаном и другими племенами вокруг, которые продолжали оставаться… Продолжали оставаться намногобожьи. В неверии. И они считали государство в Медине угрозой их существования. И пророк, саллиллаху алейхи ва салям, не дал им возможности собраться и подготовиться. Подготовиться к этому. В основе они не были в союзе с курайшитами, и поэтому они не были включены в мирный договор при Худайбии. Да. Это было мотивом пророка, саллиллаху алейхи ва салям, на то, чтобы он ускорил план, который он расчертил. То есть после того, как он заключил перемирие, у него было стратегическое видение… На последующие шаги. Следующих после перемирия шагов. Он не успокоился на перемирии. И не пошел отдыхать в Медину, как я уже сказал. И как отмечают знатоки сиры, он оставался в Медине меньше месяца. Выступил из Медины, послав некоторые отряды в направлении Гатафана, тем самым вводя в заблуждение евреев, что он не направляется на Хайбар. Выступил в другом направлении и застал их врасплох ранним утром уже у Хайбара. В этом походе и в остальных обычно Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, мобилизовал всех. Но в этот раз он настоял на том, чтобы с ним выступили лишь те, кто присутствовал при Худайбийском перемирии. Почему? Ты знаешь, брат Нарудин, когда Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, мобилизовал людей на Умру, бедуинов, людей вокруг, с ним вышли лишь обладатели веры, которые выполняли приказы Пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Но лицемеры и бедуины боялись боевого столкновения, боялись сражения, которое могло случиться между ними и курайшитами. Многие из них искали оправдания и медлили с поездкой. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, выступил и не стал ждать их. Когда Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, дошел до Мекки, а точнее до Худайбии, с ним было около 1400 мужчин и женщин. Те, кто вышел с Пророком, саллиллаху алейхи ва салям, считались избранными, о чем засвидетельствовал Всевышний Аллах словами «Аллах был доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом». Это присяга довольства, проведенная по причине Усмана. Когда распространилась весть о его убийстве в Мекке, будто курайшиты задержали и убили его. И Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, взял присягу стоять насмерть. Присяга была названа присягой довольства. И Аллах засвидетельствовал о них, что они кто? Обладатели веры. Аллах был доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом. И вот они были избранными. И Аллах засвидетельствовал об их вере. Среди них не было лицемерия. Это было очищением мусульманских рядов от лицемеров. Армия, которая должна была вступить в бой при Хайбаре. Очищенная армия, в которой нет ни дезертиров, ни лицемеров. Аллах засвидетельствовал об их вере. Это первый момент. Среди них не было даже слабых верой. Второй момент. В аятах Аллах обещает трофеи. То, что они захватят трофеи и наступит явная победа. Всевышний Аллах не пожелал почтить тех, кто оставил без поддержки пророка, салаллаху алейхи вассалям, в его поездке в Мекку, почтить этой честью, а именно взятием Хайбара и захватом трофеев. Это должно было достаться этой группе верующих, которые участвовали в поход на Худайбию. Третий важный пункт, это то, что лицемеры Медины были тесно связаны с евреями. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, опасался, что участие этих лицемеров в походе на Хайбар приведет к утечке информации. А пророк, салаллаху алейхи вассалям, хотел застать их врасплох. Не было гарантий, что присутствие этих лицемеров не станет причиной утечки информации, провалом плана. Что же делать? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, не знал, кто является лицемером, а кто мусульманином. И он установил критерии, сказав, с нами выступят лишь те, кто вышел с нами в умру Худайбии. Это и было критерием, так как Аллах засвидетельствовал об их вере. И дабы пророк, салаллаху алейхи вассалям, не попал в неудобное положение, разбираясь, кто из них лицемер, а кто нет. Так как пророк, салаллаху алейхи вассалям, не знает, кто из них лицемер. Ведь лицемерие – это то, что в сердце. И даже если пророк, салаллаху алейхи вассалям, знал имена некоторых лицемеров, то только из откровения от Аллаха. И пророк поставил им условие. С нами выступят только те, кто присутствовал при Худайбии. И все эти ряды верующих участников взятия Хайбара были очищенными элитными рядами. Эта честь выпала им так же, как и захват трофеев. То есть им было даровано высокое положение и в этом мире, и в мире вечном. Даже при том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, знал имена некоторых лицемеров и поручил хранить их Хузейфи, большинство мусульман, которые с ним также не знало их. Да. И поэтому информация от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, может просочиться к тем лицемерия, которых неизвестно, и распространится. Возможно, и с такой целью. Когда он выступил, он не сообщил, что идет на Хайбар. Считалось, что он пойдет на Гатафан, чтобы они не успели подготовиться, ведь у них были крепости. Хайбар — это самые неприступные крепости на Аравийском полуострове в то время. Да. Они были известны тем, что сражались только за стенами крепостей, как сообщил о них Всевышний Аллах. Они не сражаются с вами, кроме как будучи за стенами. Как они поступают сегодня в Израиле, сражаются лишь за укреплениями, за изоляционными стенами, так как боятся сражаться на открытом пространстве на поле боя. Итак, мы узнали, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал это в соответствии с определенным планом. Да. То есть, это план. И какой же план разработал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, для этого похода? Во-первых, он послал отряд к племенам Гатафан, так как, несмотря на осторожность Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, информация просачивалась. В некоторых книгах сообщается, что некоторые лицемеры слили эту информацию. А именно то, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, собирается в поход. И кто же сейчас его противник? Он нейтрализовал кафиров Курайши. Кто сейчас заклятый враг? Это либо евреи, которые оставались в Хайбаре, бану Курайзе и бану Аннадыр, которые были изгнаны Пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и ушли в Хайбар. Они же и были основной причиной нападения союзников на Медину и других смут. Информация дошла до евреев, но они не были на сто процентов уверены. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, послал отряд в направлении к Гатафану, к племенам Гатафана, имитируя то, что он не собирается выступать на Хайбар. Затем он выдвинулся с армии и подошел к Хайбару с северной стороны, хотя предполагалось, что он подойдет к нему с южной стороны. Зачем? Чтобы они не успели очнуться, ведь они ожидали его с другой стороны. А он подошел сзади. Во-первых, он хотел застать их врасплох, во-вторых, чтобы отрезать пути отступления, если они решат бежать в Шам. В-третьих, если они попросят поддержки от племен Гатафана, он встанет между ними. Это был гениальный план Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. После окончания этой военной кампании и победы, дарованной Всевышним Аллахом Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и мусульманам, должны быть результаты по разным направлениям, в сферах безопасности, политики и экономики для этого молодого государства, исламского государства. Что за результаты это были? Взятие Хайбара стало болезненным ударом для всех противников ислама на Аравийском полуострове. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал стратегические ходы. Здесь он использовал тактику последовательной нейтрализации врагов по отдельности. Он не развязал войну со всеми врагами одновременно. Первым делом он начал с курайшитов. На прошлом эфире мы говорили, что он нейтрализовал курайшитов посредством перемирия и переговоров, а не политической борьбой. Некоторые племена были нейтрализованы военным путем, например, евреи, потому что они отличались вероломством и предательством. И метод пророка, саллиллаху алейхи вассалям, по отношению к ним отличался. Значит, перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям, после взятия Хайбара, остался враг. Он нейтрализовал курайшитов и нейтрализовал евреев. История с евреями закончилась. С окончательным взятием Хайбара. Были еще племена евреев в Фадак и в Уад-Иль-Кура. Он выступил и на них также. Выступил на них и быстро разобрался с ними. И они сразу же зашли под мирный договор. То есть там не было боев. Когда они увидели, что евреи Хайбара сдались, подписали перемирие с пророком, саллаллаху алейхи ва салям, на том, чтобы остаться на земле и работать за половину. Они сами предложили пророку, саллаллаху алейхи ва салям. То есть предложение поступило одних. Это одно из политических выгод. Иной раз враг делает тебе предложение, а не ты. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, хотел выдвинуть им условия, чтобы они покинули Хайбар. Однако евреи сказали, мы хотим предложить тебе нечто лучшее для тебя. Он спросил, что это за предложение у вас? Они ответили, оставь нас на этой земле. У нас есть опыт земледелия, а у вас такого опыта на этой земле нет. Мы будем работать и отдавать вам половину урожая. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, посчитал, что это в интересах ислама и мусульман, оставил их на земле, сказав, но с условием, что мы можем изгнать вас в любое удобное для нас время. То есть остаетесь в ней, но когда мы захотим, изгоним вас. Их изгнал Умар, да будет доволен им Аллах во время своего правления халифатом, когда они побили Абдуллах ибн Умара и сломали ему руку. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, после похода на Хайбар, у исламских сил появился авторитет. И теперь основным врагом стал из трех основных осей зла, курайшитов, евреев и племени Гатафан, остался Гатафан. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва салям, послал отряд на Гатафан, евреи, услышав, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, идет на Гатафан, отправили к ним военную помощь людей, чтобы, если случится сражение, инициатива была у противников ислама. Когда гатафанцы услышали о передвижении рядом с их племенами, они испугались, подумав, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, со сподвижниками застали врасплох их жилища, вернулись в свои племена для защиты своих домов и семей, и пророк, саллаллаху алейхи ва салям, освободился для войны с евреями. Теперь гатафанцы должны получить воздаяние за их поход на Медину в свое время. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, решил преподать им урок. После Хайбара пророк, саллаллаху алейхи ва салям, освободился для войны с Гатафан. Был военный поход за Туссалясиль, но битвы не случилось. Экспедиция состояла из семи ста воинов. Когда они, гатафанцы, услышали о выдвижении пророка, саллаллаху алейхи ва салям, несмотря на то, что они обладали значительной силой, тысячами, когда они вышли в поход на битву союзников, их было около шести тысяч воинов. И несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, выступил против них с семью сотнями воинов, когда те услышали это, обратились в бегство и предпочли спасение сражению. Это дает нам понять важную вещь, а именно то, что мусульманин не сражается посредством количества или амуниции. Он сражается своей верой и убежденностью в Аллаха Всевышнего. И то, что Всевышний Аллах вселяет ужас в сердца врагов еще до столкновения. Ужас опережал сражение. Как сказал посланник, саллаллаху алейхи ва салям, мне была оказана помощь ужасом на расстоянии месяца езды. И сражение не случилось. Удовлетворился ли этим пророк, саллаллаху алейхи ва салям? Нет. Мы сейчас с вами на седьмом году хиджр. Взятие Хайбара случилось в начале года. За этот год пророк, саллаллаху алейхи ва салям, послал шесть экспедиций на Гатафан. Каждый раз, как только возвращалась экспедиция, он посылал следующую, чтобы не дать им возможности сгруппироваться и даже подумать о нападении на Медину еще раз. Он хотел им преподать урок за то, что они сделали в битве урва. Это была значимая военная победа. Политическая победа была в том, что мусульмане стали передвигаться в сторону хиджаза, и никто не мог встать у них на пути. Курайшитам было достаточно мирного договора, и их руки были связаны. Евреи потеряли какую-либо значимость. У них конфисковали все оружие, трофеи. У них ничего не осталось. Они стали обычными земледельцами. На Гатафан пророк, саллаллаху алейхи ва салям, посылал каждый месяц или два экспедицию. Они заходили в самое сердце их мест обитания. Гатафанцы серьезно начали задумываться о принятии ислама. И далее мы с вами пройдем то, что некоторые племена Гатафан на самом деле стали склоняться к исламу, потому что не осталось смысла противостоять этой новой силе, которая диктовала свою мощь и авторитет на весь хиджаз. Это одна из выгод. Вторая выгода заключается в том, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва салям, взял хайбар, Всевышний Аллах даровал ему столько трофеев, имущества, мечей, лад, посевов, о которых мусульмане даже не мечтали. Сейчас, после взятия хайбара, мы стали наедаться финиками. Ибн Умар говорит, мы не наедались финиками, пока не был взят хайбар. На самом деле земля там была плодородной, богата продуктами питания, мечами, оружием и другими материальными ценностями, в которых нуждались сподвижники для торговли. Они захватили множество трофеев. С экономической точки зрения это стало серьезным ресурсом для исламского государства. Пошлина или Харадж с этой земли составляла половину всего произведенного на ней. Это должно было попасть в Медину. Да, уходило бы в Медину. И это было бы оживлением. Экономической силы Медины. Экономики Медины. В сфере безопасности пророк, саллаллаху алейхи ва салям, обезопасил регионы, караванные пути, дорогу в Мекку. Регион почти стал под контролем мусульман. Результаты этого похода на самом деле, мы можем сказать, что проявилась реальная мощь государства, которая наложила свое влияние и контроль на весь регион, известный в то время. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, позднее настоял на изгнании евреев и вообще многобожников, особенно подчеркнув иудеев и христиан с Аравийского полуострова. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва салям, настаивал на этом? Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, изгоните иудеев и христиан с Аравийского полуострова. Не должны встречаться две религии на Аравийском полуострове. Конечно, пророк, салаллаху алейхи вассалям, оставил их в Хайбаре, сказав им, когда мы захотим, мы изгоним вас. Когда они нарушили условия договора, перешли границы своим нападением на Абдуллах ибн Умара, и в свое время Умар ибн Хаттаб изгнал их. От некоторых сподвижников передают. Я слышал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, не должны встречаться две религии на Аравийском полуострове. Это особенность Аравийского полуострова. Это решение касается только Аравийского полуострова, что в ней не должны встречаться две религии. Нет такой цели, чтобы изгнать их отовсюду, так как религия Ислам уважает права людей. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, когда переселился в Медину, заключил с евреями договор, сказав при этом, евреям своя религия, мусульманам своя. Что касается вероисповедания с точки зрения Ислама, то кто хочет, уверует, а кто хочет, проявит неверие. Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения. Но в Исламе есть критерии и условия. Ты пребываешь под защитой мусульманского государства, не вмешиваешься в ее дела. У тебя есть права и обязанности, ты можешь оставаться на своей вере, ты свободен в этом. Да, это предоставлено религией. Ислам не принуждает людей, чтобы они его принимали. Нет принуждения в религии. Разве ты будешь принуждать людей, чтобы они стали верующими? Их изгнание касается только Аравийского полуострова. Не должны встречаться две религии на Аравийском полуострове. Это подразумевается в хадисе. Можем ли мы понимать из хадиса, что Аравийский полуостров является колыбелью Ислама? Или, например, что руководство продолжало пребывать там даже после кончины пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакар, Умар и Утман? Да, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был печатью пророков и посланников. И это общая религия. Не особая религия для арабов или Аравийского полуострова. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не остановился, когда арабы, Курайшиты, Медина склонились перед ним. Он не остановился, сложив руки, не сказал, ну вот, Ислам распространился, и я довел послание. Он послал делегации в Персидскую империю, Римскую империю, в Йемен, в Египет, в Бахрейн. Это глобальное послание и глобальная религия. Мы не посылали тебя иначе, как милостью для миров. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является посланником для всего человечества. Исходя из этого, на нем лежала обязанность донесения послания до народов, и это вечное послание. Но именно это место, Аравийский полуостров, особое место, откуда вышло это послание. Оно предназначено для правильного ислама и послания истины. И кто желает проживать в этом месте, он должен быть мусульманином. В другом месте ты можешь жить и выбирать себе религию, христианство, иудаизм. Ты сам будешь отвечать перед Аллахом за это. До тебя дошло послание, религия ясна. Кто хочет, уверует, а кто не хочет, проявит неверие. И поэтому все было ясно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем призыве действовал поэтапно. И когда перед ним склонился Аравийский полуостров, он перешел на глобальный уровень. Перешел к призыву других народов к исламу. И это естественно. Кто-то спросит, почему он не призывал остальные народы, будучи в Мекке. Конечно, если ты слаб, или вы группа, у которой нет своего места, притесняемые и гонимые, даже твоя семья отрекается от тебя. Если ты пошлешь послание в другое государство, к другой группе или к лидеру, за которым следует, тебе скажут, за тобой не последовала даже твоя семья, ты гонимый и слабый. Кто из этих царей станет жертвовать своим царством и последует за человеком, подвергаемым гонением, отверженным своей семьей, даже среди своих близких. И посему мудрость пророка, саллаллаху алейхи вассалям, требовала, чтобы он повременил с посланием гонцов, с посланиями к этим царям, пока мусульманское государство не встанет на ноги. И поэтому он с самого начала поставил перед глазами цель установления государства. Когда государство было установлено, он начал исполнение глобального исламского проекта, который он желает донести до каждого уголка планеты. Мы завершим сегодняшний эфир на этом «По воле Аллаха» и зайдем в новую тему «По воле Аллаха». Зрители канала «Голос истины». До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok